Анна Хасмединова в свое время училась в школе номер 3, а затем вернулась сюда уже педагогом. На протяжении трех лет она преподает математику. В этом году решила принять участие в конкурсе «Педагогический дебют». Перед членами комиссии она учила пятиклассников вычислять квадрат и куб числа. Для начала вы мне скажете, что означает данная степень. Вот первая степень, что она означает? Количество. Стоять? Количество цифр. Хорошо, а попробуй, пожалуйста, озвучить. Вот пять четвертой степени. Как мы можем расписать? Пять умножить, пять умножить, пять умножить. Давай, проверим. Верно, ты правильно справился. Математика – это предмет, я считаю, для всех. Но не все аспекты математики доступны для каждого ребенка. И задача каждого учителя – это предоставить материал таким образом, чтобы детям было понятно, доступно. Каждый материал можно предоставить разными способами. И учитель уже определяет формы и методы работы такие, которые будут достаточно успешно усвоены детьми. Анна Хасмединова во время урока проводит физкульт-минутки, которые помогают детям размяться и эмоционально разрядиться. В соседнем классе проводит урок окружающего мира для учеников второго класса и еще одна конкурсантка – Сабина Садреева. Учителем начальных классов она работает в театрской гимназии всего год. Небольшой стаж, новые детские лица, непривычная обстановка – все это для нее очень волнительно. Я переживала, что будет очень трудно найти контакт. Все равно маленькие дети, но ребята показали себя очень хорошо. Они прям и отвечали. Было видно, что дети работают во время урока. Самое главное, мне кажется, для учителя любого. Актуальная тема урока «Зимняя жизнь птиц и зверей» вызвала заинтересованность учеников. Дети работали командой, каждый узнал для себя много нового. Мне понравилось видеть следы животных. Я узнал, что ежики спят с сентября по апреля. Мне очень понравился урок. Он был увлекательным и интересным. В Зайенском районе работают 215 педагогов в возрасте до 35 лет. В прошлом году ряды Зайенских учителей пополнили 10 молодых коллег. Айгуль Ярулина, Денис Ипатов, Новости Татарстана.